Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия Галиневич. Сегодня мы с вами поговорим об иммиграции в США, Великобританию и Австралию. Итак, что общее для этих стран? Любая иммиграция начинается с визы. Для того, чтобы подтвердить, получить визу иммиграционную, либо не иммиграционную, если мы говорим о гостевых визах, нужно обязательно подтвердить отношения со своим партнером. Что это может быть? Начиная от банальных переписок, это все письма, это мессенджеры, это общие фотографии, это совместные поездки за границей, это даже люди, которые могут подтвердить со стороны ваших друзей, либо родственников, которые могут подтвердить, что у вас есть эти отношения. Обязательно семья должна предоставить документы, подтверждающие свои финансы. Опять же, повторюсь, как говорила моя коллега, да, это обязательно либо финансы супруга, либо в некоторых случаях финансы и самой невесты. Также аппликант по иммиграционным визам в эти страны обязательно проходит медицинское обследование. У каждой страны своя спецификация, в какой-то из стран нужно обязательно проходить какой-то ряд прививок. В основном это медосмотр, который проходит в специализированной клинике, которая закреплена за каждой страной, то есть это можно пройти не в любой клинике, а в конкретной. И далее вы должны обязательно подтвердить, заявитель должен подтвердить, что он не находится на данный момент в отношениях с другим человеком. То есть он не замужем или не женат и не имеет гражданского супруга. То есть по факту он должен быть холост на данный момент, либо в разводе, то есть закончить предыдущее отношение. И также аппликант должен подтвердить, что у него не было и нет проблем с законом. Чаще всего это подтверждается обычной справкой о несудимости. Моя задача как коуча, как психолога, как третья страна, как свахи, которые их знакомят, которые, в принципе, защищают лучшие интересы мужчины и женщины. Изменение на девушку конкретно работаете, а работаете на пару по факту. Я работаю на пару. Да, сваха всегда работает на пару, сваха создает семью. Третья сторона, вот та, которая посредине пары, она помогает ему сказать, вот это так, ей сказать, а это вот так. Они должны к этому привыкнуть, они приходят советоваться, они приходят за поддержкой, вот. И очень часто, если бы не было нас, свах, то многие пары бы не состоялись, потому что наши убеждения, наши какие-то привычки и стиль жизни, ну, перечеркивают иногда все возможные возможности, которые нам попадаются. А когда уже человек, мужчина или женщина обращаются к свахе, они берут профессионального специалиста, который им поможет эти отношения выстроить, как, в принципе, это могло бы быть хорошо. Когда доходит момент до переезда, вы им помогаете сами оформлять или они ищут какого-то специалиста, как это в вашей компании происходит? Мы сотрудничаем с визовым юристом в Америке, который помогает мужчинам заполнять петицию. Так как наши основные женихи, например, американцы, то мы помогали им с нашей стороны. Были мужчины, которые говорят, у нас есть сайт, на этом сайте все написано, я себе сделаю сам, и он делал сам. Вот помогали девушке заполнять анкеты, и все получалось. А я хотела уточнить, а были, в принципе, в практике какие-то ситуации, вот когда девушка уже переехала туда, и у нее возникают какие-то проблемы с акклиматизацией, обращаются ли они к вам в такие моменты? Я же говорила, мы с ними до победного. То есть, а как вы в этот момент поддерживаете как-то психологически? Или она там может говорить, нет, все, не хочу с ним жить, покупайте мне билет, улетаю. Сколько я таких спасла пар, вы себе не представляете. Потому что, но этот процесс начинается еще, когда девушка начинает заполнять визу-инвести. Я с ней систематически провожу беседы, потому что в этот пакет услуг, который оплачивает мужчина, входит и психологическая поддержка. И когда девушка регистрируется у меня в агентстве, я ей открытым текстом говорю, что это сложно, это энергозатратно, это дорого стоит мужчине, который это будет брать на себя. Дважды подумай, сможешь ли ты вывести ребенка, сможешь ли ты потом адаптироваться, насколько тебе сложно. И моя задача отговорить барышню от этой затеи на первом касании с нами. Когда-то, лет 15 назад, жизнь в Украине была не такая, как сейчас. И вы реально попадали в другие, более комфортные обстоятельства, но все равно были трения и так далее. Девушкам 50-55, они думают, все, я старая, мне никто не даст визу, никто меня никуда не выпустит. Хотя я им даю пример очень многих кейсов, когда реально люди уезжают, даже без знания английского в Австралию вообще легко. Значит, если она стройна, симпатична, фактурна, разговаривает на разных языках или просто умеет коммуницировать, то она найдет себе пару, так или иначе, через сваху, через тиндер, через какое-то любое приложение, через гуляя по улице, просто будучи в нужном месте в нужное время. И тут уже вопрос в ее внутреннем сопротивлении к этим изменениям. Есть те, которым там 60, и он говорит, я готова на все, секс, люблю дорогу, знаю, все хорошо. Очень долго можно говорить об эмиграции. Мы возьмем сегодня конкретно ситуацию, когда девушка имеет жениха в Соединенных Штатах, и она планирует переехать в Соединенные Штаты и жить, собственно, с ним. Для этого мы говорим о визе невесты, которая называется виза К1. Для того, чтобы ее получить, есть обязательных два пункта. Первый. Ваш будущий супруг, вернее, будущий супруг ваших клиентов должен быть обязательно гражданином США. Не иметь вид на жительство Green Card, не находиться там на статусе политического убежища, а именно быть гражданином США. И второй пункт очень важный. Они обязательно на момент подачи заявления должны видеться вживую хотя бы раз за последние два года. Тут очень часто меня спрашивают, а если мы начали отношения буквально полгода назад, что мы не можем подаваться на визу невесты, на самом деле это не так. Здесь нет конкретного ограничения, что они должны встречаться два года. За период двух лет последних они должны хотя бы раз где-то видеться вживую. Это очень важно, потому что это проверяется, и если этот пункт не выполняется, то заявка автоматически отклоняется. Когда эти все пункты у вас есть, вы можете спокойно начинать процесс эмиграции. Жених на территории США подает петицию на территории Соединенных Штатов. Это нельзя сделать больше нигде, только в Соединенных Штатах. Заполняется петиция, там заполняются три формы, прикладывается определенный пакет документов, и эта петиция подается в службу гражданства эмиграции США. Дальше начинается обычно долгий срок рассмотрения. В среднем рассмотрение вот сейчас по последним кейсам занимает 5-6 месяцев. Это конкретно на визу невесты. То есть служба гражданства эмиграции проверяет эту петицию и дает свое утверждение, дает ли она добро на выезд этой невесты. После того, как петиция уже одобрена, и заявитель получает уведомление, он готовит пакет документов, он проходит медицинское обследование, он заполняет анкету на получение неиммиграционной визы невесты, он оплачивает государственную пошлину и проходит интервью в посольстве в своей стране. То есть, собственно, вот так вот выглядит эта процедура. Сам весь процесс в среднем на данный момент занимает 6-12 месяцев. Очень важно также понимать, что для того, чтобы получить визу невесты, нужно будет заплатить два сбора. Это все, что касается финансовой стороны. Первый сбор – это оплачивает супруг на территории США. Это за рассмотрение петиции 535 долларов. И второй сбор – это то, что оплачивает невеста здесь перед прохождением интервью в посольстве. Это 265 долларов. Из дополнительных затрат у них еще есть прохождение медицинского осмотра. Это где-то в районе 220 американских долларов. То есть, в принципе, вот так вот выглядит вкратце весь процесс. Я вообще в брачном бизнесе. Вот мое агентство с 99-го года. То есть, я 20 лет уже в брачном бизнесе. Как относятся девушки вообще к этому? Понимают ли, не в самом начале, что их ждет? Вы им как-то помогаете, это рассказываете? Или они прям приходят, хочу замуж за иностранца, розовые очки, и все полетело? Вы знаете, девочки, далеко не все. Наверное, уже прошло то время, когда вот при слове иностранец наши девочки уже впадали в экстаз. Да. Это было лет 20 назад. Сейчас, наоборот, все достаточно прагматично к этому относятся. Но не все, большинство. Поэтому они много понимают уже больше того, чего понимали девочки раньше. Поэтому, нет, далеко не все. Многие женщины, которые приходят ко мне, они, в принципе, не хотят конкретно иностранца. Они, в принципе, хотят себе мужчину, мужа. Потому что, кстати, статистика говорит о том, что в Украине просто на всех женщин не хватает свободных мужчин. Все. Средний статистический возраст девушек, которые к вам обращаются. Объясню, почему я задаю вопрос. Очень многие девушки 50-55 боятся вообще ввязываться в эту историю. Потому что они считают, что все, пора на пенсию, дорога закрыта, я никуда не уеду. И зачем мне пробовать, лучше буду одна. Потому что после 50 лет достаточно сложно уже чисто психологически менять какие-то привычки. Уже есть какое-то... Вот есть такое понятие, как синдром приобретенной беспомощности. Это психологическое понятие. Это говорит о том, что когда человек долго находится в каких-то неблагоприятных условиях, и у него появляется возможность эти неблагоприятные условия изменить, он уже настолько привык к этому, что ему кажется, что любое изменение – это уже плохо. Я всегда говорю, девочки, самолеты летают в два конца. В конце концов, если вам что-то там не понравилось, вы всегда можете вернуться. Просто сделайте это грамотно, чтобы вам было возвращаться куда-нибудь. Не жгите мосты, не ломайте дрова, скажем так. А вот понимаете, поедьте, попробуйте. Потому что если ничего не делать, ничего не будет, это уж точно. Вот эта вот озлобленная старость на лавочке перед подъездом, ну, совсем уж печально. Среднестатистический возраст. Приблизительно, чтобы просто понимать. Где-то так, начиная, вот, наверное, после 30 лет девочки уже более. Ну, во-первых, я и совсем с молодыми, мне не очень хочется связываться, потому что, как правило, они не сильно понимают, что хотят. И могут просто проблемы создавать, потому что, ну, мы же несем ответственность даже перед теми же клиентами, когда они приезжают сюда, они потратили время, деньги и так далее. То есть, и в основном это, да, где-то так вот 33, наверное, вот 50. Хотя у меня последнее время как-то пошла такая вот категория, вот даже так, 47-55. Если вдруг что-то у нее там происходит, она продолжает с вами контактировать, общаться, то есть вы... Ну, со мной девочки до сих пор со мной ВКонтакте. У нее до сих пор со мной ВКонтакте, они когда уезжают, я всегда говорю, пожалуйста, мой Вайбер, Скайп, телефон. То есть вы с ними общаетесь? Я их, наоборот, еще даже, скажем, уговариваю, говорю, девчонки, если что не так, даже вплоть до того, что вот у вас там какие-то, опять же таки, есть семейные кризисы. Какая бы ни была любовь, есть кризис там одного года, трех лет, семи лет, да, вот, допустим, тем более одного года. То есть через один год уже как-то вот эта вот эйфория проходит. Тут включается тоска по родине, которую тоже, ностальгия ее никто не отменял. Поэтому я всегда говорю, девочки, вот если вам хочется, как говорится, вот эти все эмоции выплюснуть на своего мужа, который, в принципе, ни при чем, просто у вас там кризис, и плюс у вас еще, и ностальгия, и плюс, да, ему тоже сложно. Я говорю, вы лучше позвоните мне, вот просто мы поговорим. Вы даем нашу Насту замуж. Скажите, сколько времени в среднем занимаетесь? О, хороший вопрос. Вы знаете, это вообще здесь, это вообще от нас не зависит, я хочу честно сказать. Звезды, какая-то судьба. Активизм самого человека. Внутреннее состояние. Вообще, если честно, я понимаю, что это внутреннее состояние. Вот когда человек готов, тогда и вот что-то происходит в его жизни. Внутреннее состояние, оно может по разным причинам вот меняться. То есть вплоть до того, что человек в конце концов сидел и подумал, блин, мне это уже надоело, хочу что-то поменять. Не конкретно там, задачу ехать из страны. И, кстати, у меня очень много девушек, которые приходят ко мне в агентство, но в итоге они выходят замуж потом вот здесь. Почему? Потому что они настраиваются, они же учатся, вот даже когда у них приезжают какие-то иностранцы, они ходят на свидания, они общаются, мы с ними разговариваем, они открываются. Даже у девушек у них начинает в глазах как-то гореть, она уже на мужчин обращает внимание, она уже как-то начинает как-то даже неосознанно где-то может где-то кокетничать, флиртовать. Она посылает вот эти сигналы, которые говорят, что я готова, готова общаться, я готова строить отношения. Какой среднестатистический возраст мужчины, который… Вчера, если вы были на конференции, как раз вчера об этом говорили, и я полностью согласна, вот как средний возраст это где-то вот 50 и плюс. Почему? Потому что, опять же таки, если мы говорим про иностранцев, вначале мужчина, скажем, пытается освоить территорию, которая близкая рядом с ним, да, потом случается нечто, там он разочаровался. Развелся. Развелся, кончились симпатичные девушки вокруг, да. Молодых иностранцев здесь крайне мало, если они есть, как правило, это те, которые просто, скажем так, ищут приключений. Ну, что-то вот как разнообразие, да. Если есть какие-то вопросы, можете обращаться. Спасибо большое.